Уважаемые друзья и коллеги, здравствуйте. Меня зовут Сергей Кустов, я магистрант департамента философии УРФУ. И сегодня я хочу еще раз вернуться к теме Людвига Витгенштейна. Изначально я планировал проговорить или рассказать, или поделиться опытом чтения Цеттеля, недавно изданного. Кстати, переводчика мы с вами вместе слушали еще вчера. Но когда я читал Цеттель, я обнаружил какое-то совпадение или регулярное появление топиков, посвященных музыке с той или иной позиции. Мне стало любопытным собрать все эти высказывания Витгенштейна воедино, проанализировать их, и когда этим занялся, мне стало любопытно. Ведь Витгенштейн, он же есть, вот мы знали раннего, позднего, теперь у нас и средний, а что думал о музыке ранний Витгенштейн, что думал о музыке поздний Витгенштейн. И чем больше я погружался в материал, тем мне эта задача казалась более любопытной, так как и сам Витгенштейн, его судьба была плотно связана с музыкой, и эпоха такая очень любопытная. Но обо всем по порядку и по тексту доклада. Итак, во-первых, почему именно музыка? Почему вопрос о музыке может задаться в контексте аналитической философии или Витгенштейна вообще? Ну, во-первых, почему музыка в контексте 20 века может быть любопытной темой для обсуждения и исследования? Я нахожу несколько мотивов для этого. Я условно разделил их на исторические и концептуальные, но некоторые из них могут повторяться. Так, например, к историческим мотивам или причинам заниматься музыкой с точки зрения исследования музыки как языка, я вижу долгую традицию и древнюю и убедительную традицию музыкальной нотации и ее изменений. Ну, вероятно, вы лучше меня знаете о том, что среди всего нашего привычного перечня искусств именно музыка отличается от всех остальных какой-то врожденной кодировкой либо формализацией, либо существованием независимого от самих произведений языка. И в этом смысле уже любопытно то, что у музыки есть какой-то врожденный грех. И дальше я вижу следующую причину. Это известная многим философия музыки и музыкальная философия. Я позволил здесь такую игру слов, так как история философии, она полна вкраплений музыкальных тем в нее. Мы знаем из курса истории зарубежной философии, например, школу пифагоризма, которая длится потом вот через Ницше, через Средневеков и Схоластов, через даже у Гусреля появляются такие темы, вплоть до, условно говоря, Лосева и его музыки как предмета логики. И в этом смысле регулярное появление музыки, не очень популярное, оно всегда очень интересно и значимо. Это тоже было бы интересно держать в голове, но это не так существенно для текущего доклада. Впрочем, есть отдельная актуальность, которую создают эстетические программы 20 века. Их огромное количество, и выбрать там можно многое, но для настоящей актуализации я выбрал две фигуры. Это композитор Александр Николаевич Скрябин и известный итальянский футурист Филиппо Томазо Маринетти. Выборка здесь не случайна. Я выбрал этих двух лиц как показательных представителей, создателей некоторых эстетических программ, так как они в некотором роде создают между собой противоположность концептуально. Скрябин, он был гениальным композитором не только потому, что писал очень красивую музыку, но он еще удивительным образом владел музыкальным языком. Его произведения, начиная, условно говоря, с среднего периода творчества, они далеки от классического языка музыкального художественного выражения. Он использует очень любопытные формы гармонических отяготений, очень нелогичных, которые очень близки на слух к актенальным, но при этом он до сих пор полностью придерживается музыкального языка и привычной кодификации. И в этом смысле я хочу зафиксировать это очень условно. Опять-таки не очень благородно к Скрябину, портрет, который вы можете видеть справа. Не очень благодарна по отношению к Скрябину, но, условно говоря, закодифицирую его в фразу то, что нужно не отказываться от наших атомарных выражений, но изменять правила игры. И потом Маринетти, у которого есть отдельный манифест, среди его многочисленных манифестов, к футуристическим музыкантам, где он говорит уже привычные истории про отказ от языка, отказ от формализации, от привычных связок художественного выражения, долойте ваши фортепьяно, струнные, дает, чтобы музыканты писали музыку и композиторы сочиняли свои симфонии из гула заводов, звона автомобилей и прочего. И то есть за Маринетти мы видим не сколько изменений правил игры, а сколько отказ от формализации и консервации музыки вообще. И мне кажется, здесь между ними стоит какая-то концептуальная противоположность, которую я укажу чуть дальше, чуть подробнее. Но есть и ряд концептуальных мотивов. Я отдельно внес сюда врожденный формальный характер музыки, потому что у нас есть традиция музыкальной нотации, которая правда изменялась, будем честными. Потом также у нас есть известные высказывания или философствования по поводу музыки и эти системы, которые использовались. И отдельно, на мой взгляд, очень интересными кейсами здесь является кризис, который произошел в 20 веке уже теоретически в музыкальной теории. То есть в какой-то момент, не знаю, это было на волне какой-то моды либо желания, была сделана попытка формализовать теоретические основания музыкальной теории на языке наивной теории множеств. Книжка была издана в 1960 году, там был ряд авторов, но, к сожалению, у них эта книжка была, кстати, издана до фундаментальных трудов даже по наивной теории множеств. И, возможно, поэтому у них не совсем получилось полностью применить наивную теорию множеств к музыкальной теории. И у них получилась такая слабая теория множеств для музыки. Они назвали ее теорией... Здесь нет у меня однозначного перевода русский язык, там pitches использует слово. То есть дословно будет как теория высотности, высот или соотношения звуков по высоте. И это первое, то, что попытки формализации уже были, правда, слабые. И также отдельно выделю современный тренд, очень популярный среди любителей следить за Грэмми, либо любителей как-то изменять свои аранжировки. Это так называемые... Ну, я здесь использую выражения не классические музыкальные теории и привожу в пример Кольера. Кольер — это... Джейкоб Кольер — это композитор, который в 2017 и 2020 году получил Грэмми за лучшую инструментальную аранжировку. Он является популяризатором так называемой негативной гармонии, которая является своеобразной... Вот, чтобы не сказать надстройкой, я бы сказал подстройкой под классическую музыкальную теорию. И если угодно более знакомые вам аналогии, то классическая музыкальная теория и негативная гармония соотносятся между собой примерно так, как классическая пропозициональная аристотелева логика и какая-нибудь, например, многозначная логика. То есть мы видим о том, что уже создается музыка, и люди, которые пишут музыку на основе таких вот теорий, они уже берут определенное признание в профессиональных музыкальных кругах. И то этот случай, то, что у нас есть классическая музыкальная теория, неклассические музыкальные теории, у нас поставился под вопрос теоретические основания музыкальной теории, были попытки их формализовать на основе наивной теории множество, которые также есть проблемы, это все кажется любопытным кейсом и который сильно противоречит некоторым мотивам историческим, в том числе и культурным. Например, вот тому движению, которое могут представлять люди, которые говорят или философствуют в музыке в духе Маринетти. Но, как и во всякой личной музыке, такие мотивы, они всегда вплетаются в произведения и движения и не могут существовать отдельно друг от друга. За подтверждением этого мы обратимся в том числе и к логике философскому трактату, но главный вопрос. Так почему же Витгенштейн? Я здесь сделаю не очень красивый ход, но как эпиграф можно было бы вспомнить еще замечательное отрывок стихотворения «И не веря ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза, сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а зам». Ну и кроме очевидного волнения по поводу слова «молчание» в какую-то сторону, мне кажется, это показателем в том числе и то, что все известные мотивы выше или философии и исторические программы можно разделить на две большие группы. На самом деле это, как казался, большой вопрос по поводу формальной сущности музыки или ее природы. Но пока что я здесь говорю о новом интуиции, потому что исследования во многом продолжающиеся, и во многом я делюсь с тем, что мне стало интересно и как я к этому хочу подходить. Но во всяком случае на интуитивном и даже на концептуальном уровне можно софиксировать, что можно разделить все философии программы эстетические на две большие группы. Те, которые поддерживают формальную, иначе говоря, числовую природу музыки, и те, которые выступают против ее. Условно говоря, здесь мы скажем, что какая-то музыка как предмет логики, а снизу какой-нибудь дух нитшанский, дионисийский дух музыки, который, наоборот, противостоит всякой консервации и стабильности. И учитывая этот конфликт, который существует между этими течениями, мне кажется любопытным рассмотреть и посмотреть на музыку с точки зрения аналитической философии. Почему мне кажется это важным и таким выгодным стратегическим решением? Потому что одним из важнейших достижений или таким духом аналитической философии является то, что в ней удивительным образом могут сосуществовать строгие правила языка. Как мы слышали претензию, что не модернизируйте, слишком формализируйте, не загоняйте нас рамки. Но при этом аналитическая философия уживает и строгие правила, и свободу выражения, свободу применения. И вот этот момент, что аналитическая философия является чем-то, что может примирить вот эти две противоположные интуиции, мне кажется ценным и любопытным. И в этом смысле удивительным кажется то, что Витгенштейн, как один из родоначальников аналитической философии, уже думал о музыке и, видимо, находил неприемлемым ни такую позицию, ни такую позицию. И поэтому, видимо, всякая аналитическая философия начинается с Витгенштейна, так и аналитическая музыка начинается примерно с него же. Итак, вопрос, какой Витгенштейн. Для сбора источников и демонстрации вам я провел небольшой контент-анализ. То есть я занимался в последнее время чтением Цеттеля, новоизданного, где я обнаружил 26 заметок. Но позже я посмотрел во все остальные работы, опубликованные. Признаюсь честно, не во все. Я, к сожалению, здесь не придумал, как могу использовать какие-то технические или информационные способы обработки информации. Поэтому во многом я просто перечитываю его произведения и тексты и нахожу там записи, которые можно тематизировать под топик музыкальной аналитики. И таким образом мы видим, я пока готов показать вам то, что так называемый ранний Витгенштейн, его основные четыре публикации, это его тайные дневники с 14 по 16 год, философские дневники за тот же период, потом так называемый прототрактат и логико-философский трактат. В тайных дневниках упоминается музыка, в философских дневниках четыре записи о музыке. В прототрактате есть четыре афоризма, посвященных музыке. Они очень сильные, очень мощные в плане какой-то дефиниции и определения музыкального. Но при этом в логико-философский трактат попало лишь четыре афоризма, но очень странных. И эту странность я хочу вам сегодня показать. Ну, а про остальные периоды. Вот Цеттель, я уже проговорил, что там 26 заметок по поводу музыки. Почему звездочка? Потому что Цеттель, он очень сложно издан на русский язык. То есть здесь не выдержано несколько стилистика, указания то, откуда и из какого фрагмента была взята заметка. То есть там уже из разных периодов его также творчество. И здесь есть сложность определенная в ранжировании, какой вид Генштейн это пишет. Потом также есть отдельный сборник тоже заметок культуры и ценность. Там я условно говоря называл полтора афоризма. Но я, к сожалению, не успел перебрать все, всю культуру и ценность. Здесь я использовал уже такие больше информационные методы через поиск по ключевым словам. Ну и поздний Витгенштейн, который оказался самым немузыкальным. В философских исследованиях я нашел шесть афоризмов, посвященных музыке, и полторы главы во второй части. И также еще есть посмертно опубликованная работа о достоверности, где есть упоминания музыки, но в таком очень личном и каком-то жестковатом, на мой взгляд, применении. Ну и кроме этого у нас есть в распоряжении биографии Витгенштейна и его семьи. Например, я здесь работал с книжкой Александра Вод «Дом Витгенштейнов», где он рисует не только культурный пласт всего 20 века, в котором жила эта семья, но и комментирует то, что в семье Витгенштейнов была музыкальная культура, и что каждый член семьи хотя бы знал музыкальную теорию и умел пользоваться этим инструментом. Там с этим было связано много трогательных моментов, но не о них сейчас. Ну и кроме этого есть комментирующие работы, которые в том числе затрагивают и то, как Витгенштейн думал о музыке, и как мы можем использовать Витгенштейна в разговорах о музыке. Буквально за несколько дней до нашей встречи Лев Дмитриевич мне так раз показал одну из таких работ, и для меня стало удивлением, что неужели это уже кто-то исследовал, а я думал, что мы повеселимся с вами в таком спонтанном формате. Но это тоже следует иметь в виду, и, к сожалению, вот с этим списком комментирующих работ мне еще только предстоит проработать, если эта тема окажется любопытной вам, и я получу от вас удовлетворительную обратную связь. Впрочем, вернемся к тому, как Витгенштейн начал думать о музыке. Первое появление, самое первое раннее появление, которое я у него обнаруживаю, происходит в философских дневниках. Там есть четыре записи, я их представляю вам здесь, и некоторые из них мне кажутся любопытными. Например, самое первое появление музыки в его дневниках, первая запись Витгенштейна о музыке, датируется 7 февраля 2015 года. И запись гласит, музыкальные темы в определенном смысле являются предложениями. По этой причине знание сущности логики будет вести к знанию сущности музыки. Чтобы вы представляли себе контекст, в это же время соседние смежные записи, вот в период с февраль по апрель 2015 года Витгенштейн разрабатывает логико-философский трактат, а конкретно части, те части, которые вошли в афоризме 3.n и так далее, 3.n. И синхронно с ними Витгенштейн оставляет вот такие вот родозаписи про музыку. И мы уже видим то, что Витгенштейн здесь частично уже использует ту терминологию, которую он использует в логике в философском трактате. То есть он берет вот обширную такую категорию музыкальных тем. Конечно, об определении понятия музыкальных тем тоже сложный разговор, но представим, что это какое-то выражение, которое можно кодифицировать в рамках музыкальной нотации. И определяет его как предложение. Но пока что держим это в голове и продолжим дальше. Вот делает он вывод, что если мы узнаем логику, мы будем знать и то, как работает музыка. Дальше он дает очень любопытное определение. На самом деле, очень такое, я бы сказал, слишком философизированное, слишком романтизированное, что мелодия есть вид тавтологии. Она замкнута в себе, она довольствуется собой. И это очень странная фраза, потому что вот тавтология, как тождественно истинные высказывания, она очень слабо, на мой взгляд, как-то ассоциируется со всякой мелодией. То, что, видимо, мелодия должна подходить под любое положение музыкальных дел. Но здесь уже не совсем ясно, как Витгенштейн понимал за слово тавтологии. Насколько романтизировано или насколько в переносном плане. Но это выражение потом у него быстро пропадает. Но вот следующее выражение, они сохранились и далее. Эти вот две записи. Первая запись. Предложение не является смесью слов. Здесь достаточно понятно. Здесь Витгенштейн уже сформулировал свое представление об антологии. И, прошу с позволения сказать, языковой антологии. То, что он придерживается позиции, то, что слова не имеют значения сами по себе, но носителями смыслов могут выступать только предложения. И только в предложениях слова получают свое значение и смысл. Это же он переносит и на музыкальную тему. Витгенштейн пишет. Так и мелодия не есть смесь звуков, как считают все те, кто не одарен музыкально. То есть здесь у нас производится уже концептуальное определение того, что было сказано в этом суждении. То, что музыкальные темы в определенном смысле являются предложениями. Но интересно мне было посмотреть, то, что вот это дневники философские открытые, вот Витгенштейн тут начал думать о музыке, и на протяжении двух месяцев он как-то к ней возвращался. Мне было интересно проследить, что же происходило в это время в жизни Витгенштейна, что он внезапно вернулся к этой теме. И обратившись к его личным тайным дневникам, мы обнаруживаем записи, которые соответствуют тому же временному промежутку. То есть здесь вот 15-е, получается, февраля того же года. И в этот промежуток Витгенштейн пишет, что «Все возможное доступно моему пониманию». Ну, здесь, возможно, акцент нужно сделать на «Все возможное доступно моему пониманию». Вчера вечером у капитана Шольца музицировали до 10 после полудня. Очень приятно, пишет Витгенштейн. И капитан Шольц упоминается в него дневниках еще несколько раз. Даты я указал на слайдах. Но вместе с пропажей капитана Шольца из дневников Витгенштейна пропадают и заметки по поводу музыки. Не рискну предположить о том, что Витгенштейн всякую встречу с капитаном Шольца музицировал, но такое забавное наблюдение мне кажется любопытным, и я решил поделиться им с ним. О том, как вот мы уже говорили о том, как какие-то контекстуальные вещи влияют на философствование философа. Так вот здесь случай о том, как личные встречи и музицирование заставили Витгенштейна использовать свои философские категории для вполне себе таких малоприметных в философском плане вещей, как музыкальные темы и мелодии. Ну и здесь вариация на том, каким мог быть капитан Шольц. Итак, как известно, содержание дневников тайных и философских, оно в будущем так или иначе стало тем, что мы знаем под названием логико-философский трактат. И в логико-философский трактат он продержал несколько изменений редакции самого Витгенштейна, и в конечный его вариант, который мы знаем сегодня как каноничный, попало 4 записи афоризма по поводу музыки и ее природе. Во-первых, мы видим, как он продублировал изложение вот этих вот переживаний 15-го года, изложил в одном афоризме. Предложение – это не смесь слов, тире, как и музыкальная тема – не смесь звуков. Кажется, что здесь воспользуется все то же самое, но замечу, что здесь нету тождества между музыкальной темой и предложением. Он замечает, что они существенно очень близки, возможно, генетически происходят из одного и того же. Но пока что вопросов остается очень много, пока мы не затрагиваем остальной специфический специальный материал из антологии логико-философского трактата. Дальше он дает очень странное суждение, которое я не смог правильно расшифровать, и привожу его вам из интереса, где он приравнивает граммофонную пластинку, музыкальную тему, нотную запись, звуковую волну друг к другу, в том плане, что это одно и то же на разных языках, но у них одно и то же логическое строение. Мне это кажется очень рискованным шагом, и, к сожалению, я не успел обратиться к первоисточнику. Возможно, там вот в этом вот словосочетании или вот в этом словосочетании как-то иначе это названо, потому что здесь Витгенштейн одновременно говорит о каком-то языковом выражении, как музыкальной теме, которая очень похожа на предложение, о нотной записи какой-то, вот тоже языковой фиксации, и потом о двух то, что Витгенштейн в трактате называет событиями, то есть событиях действительности. Если говорить как-то упрощенно, то событиях материального мира. И в данном случае он приравнивает, что вот граммофонная пластинка и звуковая волна как суть события, они имеют вот это вот тождество, вернее сказать, равенство с музыкальной темой и нотной записью. При том, что такая фраза легко критикуется, но спорить с Витгенштейном это себе дороже и неблагодарно. Но у меня вопрос касательно того, как бы эту правильную фразу можно было интерпризировать. Впрочем, Витгенштейн оставляет еще несколько афоризмов по поводу музыки. Например, очень мне понравился афоризм 4.013, в котором Витгенштейн комментирует, что есть люди, которые говорят, что у нас наш язык, особенно логический или формальный язык, он полон каких-то несообразностей, которые непонятно зачем нужны. И чтобы объяснить, зачем нужна эта альтерация, он приводит к примеру музыку. Он говорит, посмотрите на музыкальную нотацию, там есть знаки альтерации. Они очень существенны, а казалось бы мелочь, что там решеточка или не решеточка. И по поводу знаков альтерации тематическая картинка из интернета с моим исправлением запятой. И также он добавляет еще один афоризм по поводу переводов в грамзаписи обратно. Какой-то несущественный и очень любопытно, как он прошел в итоговое издание логи философского трактата. То есть, что мы видим? Что тема музыки так или иначе осталась и присутствует в логи философском трактате, и что Витгенштейн усматривает существенную близость к генетическому родству между предложениями естественного, либо языка вообще, с точки зрения... Там не следует делать разницу существенную пока что, когда мы говорим в рамках логи философского трактата, так как все языки регулируются одним мета-языком логическим. И он видит между ними существенную генетическую близость. То, что предложения – это не смесь слов, музыкальная тема – не смесь звуков, и то, что они как-то соответствуют каким-то событиям в мире. И было интересно посмотреть, куда пропали все остальные интуиции Людега Витгенштейна. Например, вот эта вот интуиция, вот это вот очень строгое определение. И я обратился к раннему изданию трактата, так называемому прото-трактату. И удивительным образом там обнаруживается афоризм 3.160.21, который гласит, что музыкальная тема – это предложение. Как видите, Витгенштейн здесь дает очень строгое определение тому, как в его антологии должна уживаться музыка и музыкальные выражения. Но фиксируем и то, что этот афоризм из итоговой версии логика философского трактата был убран. Вопрос, почему он был убран, потому что кажется, на первый взгляд, что это такое очень невинное суждение. Ну, здесь уже нам потребуется применить знание о том, какова философская система логика философского трактата, вспомнить о том, что его важнейшая интуиция, то, что система или антология языка, она равна, либо, скорее всего, тождественно, хотя, прошу прощения, она симметрична антологии мира. И то, что он выделяет, есть вот какие-то атомарные высказывания, имена в языке, которые потом собираются в предложениях, только там обретают свою силу и значимость. То же самое и в реальном мире, есть вещи, которые сами по себе не могут существовать, они могут существовать только в событии, в сосуществовании с другими объектами. И, соответственно, предложение в рамках, в антологии логика философского трактата, оно приравнивается к какому-то событию. Предложение – это событие. И, то есть, если предложение – то, что означает, или, правильно сказать, изображает некоторые события, то есть, если продолжить этот ряд, то есть, музыкальная тема – это предложение, то есть, предложение – это то, что изображает какое-то положение дел, то у нас получалась бы очень странная ситуация, что музыкальная тема может изображать какое-то положение дела реального мира или быть моделью этого самого реального мира. И, видимо, чувствуя абсурд этой ситуации, то, что мы как будто музыкой таким образом можем передавать друг другу информацию, делиться новостями или говорить о науке, какой-либо, например, эмпирической науке, о физике, мы могли бы говорить музыкой. Винништейн убирает этот афоризм и при этом меняет его на более слабый. Как видите, он просто фиксирует то, что предложения, естественно, языковые, они очень похожи, или, скорее, музыкальные темы очень похожи на, естественно, языковые выражения, но при этом они не равны уже в итоговом издании «Логика философского трактата». И здесь что вызывает интерес? То есть, что думал Винништейн, когда допустил это самый первый раз? То есть, если мы допускаем вот такое вот суждение истинам, то мы должны будем преосмыслить о том, что такое язык, который язык с большой буквы, как совокупность всех предложений, согласно определению данного «Логика философского трактата». То есть, язык это у нас всякие привычные пропозиции, плюс высказывания на музыкальном языке, и тут мы можем привести огромное количество примеров. И таким образом мы могли бы представить себе такой мир, где могли люди общаться только музыкой и больше никак не общаться. И, видимо, эта интуиция у Винништейна сохранилась, и он с нее начинает свои записи в Цеттеле, по крайней мере, в том виде, в котором их издали у нас. Здесь начинается проблема в том, что Винништейн сначала обрадовался, что вот я обнаружил сущность музыки, я нашел, что они очень похожи на обычные предложения, мы узнаем логику, узнаем музыку, но потом он отказал себе в этом определении и пришел более слабому. И, по-видимому, с точки зрения итогового трактата, музыка должна записаться в то, что нельзя выразить, то, о чем нельзя говорить, и вот эту вот всю область, о чем мы не можем говорить точно. Но потом, когда он начал переосмыслять свою философию в среднем и позднем периоде, он в том числе вернулся и к музыкальному вопросу. И сразу же первые два, две заметки в Цеттель открываются с вопроса о музыке. Там Винништейн начинает обращаться к музыке совсем иначе. То есть, если мы, когда читали логику, философский трактат, его дневники и продотрактат, мы видели то, что Винништейн думал о логике и естественном языке, и их каком-то взаимодействии, и о том, как логика определяет наш естественный язык. И он мыслил музыку как просто какой-то подвид, вариант естественного языка, который также определяется универсальной логикой. И, то есть, музыка здесь как бы была зависимой, либо производной от естественного языка. Его же стратегия подхода к музыке, она резко меняется в Цеттеле и в дальнейших работах. То есть, музыка больше не считается подвидом языка, она является каким-то таким вот настоящим языком, которым мы мало что знаем. И поэтому Винништейн изменяет свой подход, и он когда, то есть, там у нас была такая история, то, что Винништейн придумал, ну, создал, разработал, либо открыл теорию, которая рассказывает о том, что такое мир, что такое язык. И, к сожалению, музыка не попала под нее, но пришлось поскупиться и записать музыку в невысказываемое. А тут Винништейн, когда знакомится с некоторыми теориями, либо соображениями о сущности, о природе языка, он первым делом, одним из первых аргументов и одним из первых дел, он говорит, а как это будет работать с музыкой. И, например, в одном из первых, в самой же первой заметке он приводит, цитирует Уильяма Джеймса и его цитата о том, что мысль завершена уже в начале предложения, о том, согласно которой мы уже знаем, что хотим сказать до того, как мы начинаем говорить и, собственно, генерировать текст. И в этом смысле мы должны исследовать психологию, а не заниматься исследованием языка. Винништейн очень много времени посвящает критике этого выражения, и первым же аргументом у него была музыка. Говорит, ну, представьте себе, то есть вы музыкант, и вы начинаете играть, и вы начинаете писать музыку, вот как мы пишем гениальное произведение. И Джеймс, видимо, хочет сказать, что человек уже заранее знал, что он сейчас сыграет. Но при этом можете, не знаю, есть ли у вас такой опыт, но любопытный, мне кажется, факт того, что строит, прервать музыканта, он мгновенно теряется, забывает, что он только что играл, и что он хотел сыграть после этого. И Винништейн использует музыку в цеттелях как контраргумент различным теориям языка. И отдельный какой-то очень любопытный аспект, но, к сожалению, здесь нельзя говорить о какой-то систематическом подходе к музыке, потому что цеттель – это очень разрозненные записи. И есть отдельный сюжет, который проходит линии через весь цеттель – это случай того, как Винништейн что-то насвистывает. Он эту ситуацию приводит в самом начале и вплоть до самых последних заметок ее проводит. И это происходит у него по-разному, но, например, вот мы уже увидели то, что была у него идея, что музыкальная тема – это предложение, и о том, что музыкальная тема работает как предложение. И Винништейн приступает к исследованию такого очень экспериментального в духе такого позднего Винништейна случая, что вот когда я насвистываю, я ведь не думаю. То есть я в этот момент уже выражаюсь на другом языке, я не могу выражаться одновременно на другом языке. Следовательно, когда я насвистывал, я не думал о том, почему я насвистываю. Там у него ситуация, если полностью приводить, заключается в том, что кто-то наблюдает за Винништейном, который насвистывает, а если он насвистывает, значит, он в хорошем настроении. И его спросили, а чего ты насвистываешь, почему ты в хорошем настроении? Он отвечает, а вот скоро мой друг приедет. И он идет дальше насвистывает. И Винништейн рефлексирует о том, что в это же время, когда он насвистывал, он не думал о своем друге. Так почему он насвистывал? То есть эти события должны быть как-то взаимосвязаны между собой, но при этом, когда он насвистывает, он выражается на языке. Эти насвистывания потом распространяются на другие эксперименты, но находят выражение в завершающем этот сюжет афоризме под 453 номером в нашем издании. И он мне кажется очень любопытным, потому что Витгенштейн здесь возвращается в том числе и к последним афоризмам трактата, тем самым, про которые мы мало что можем сказать, кроме того, что сказал сам Витгенштейн. И он очень трогательный, я бы хотел его воспроизвести. Как музыку порой можно наигрывать мысленно, но не насвистывать при этом, поскольку свист сразу заглушит внутренний голос. Так и голос философской мысли столь тих, что заглушается шумом произнесенных слов и более не слышен, когда задан вопрос и надо отвечать. И, то есть, кроме того, что Витгенштейн здесь воспроизводит чудесную и очень трогательную, на мой взгляд, интуицию о том, что слово высказанное что-то изменяет или вносит то, что не хотелось бы вносить в то, что я хочу, что я намерен, что я предполагаю сказать. Витгенштейн также обыгрывает вот эту замечательную историю с молчанием. То, что вот музыкант или человек, когда он хочет что-то сказать, он слышит прекрасную музыку, вот та самая мелодия, вот именно та, о которой думают все музыканты. Но как только он садится или начинает ее там отстукивать, ду-ду-ду-ду-ду-ду, насвистывать или садится за музыкальный инструмент, она мгновенно изменяется, она уже не такая классная, она не такая интересная. И кажется, что-то упустило, я уже забыл. И этот вот афоризм, он заканчивает историю со свистом очень любопытным образом. Но если концептуально пытаться концептуализировать всю эту историю со свистом Витгенштейна, то мне кажется, здесь встает очень любопытная проблема с генерацией, то есть созданием и фиксацией выражений. То есть если приводить то, как Витгенштейн обращался с музыкой и учитывать то, как Витгенштейн думал о музыке немногими годами ранее, то получается, что процесс говорения и написания текста, он должен быть одним и тем же. То есть мы мыслим только в языке и только в языке, и нет никаких других мысленных актов, которые бы не фиксировали в языке. И получается, что фиксация музыки, например, в музыкальных произведениях, это должна была быть что-то в духе стенограммы, то есть музыкант играет, сидит какой-то человек и записывает за музыкантом эти вот самые кружочки, стрелочки, ну и все вот эти прочие глупые значочки. И получается, здесь какая-то очень странная игра происходит между тем, когда мы свободно говорим и когда мы пишем текст специально. И Витгенштейн пытался это рефлексировать на разных появлениях этого самого насвистывания. И у меня нет строгого ответа концептуального, потому что эта проблема, мне кажется, очень интересная. Вот момент генерации текста в нашей голове и тот момент, когда мы его генерируем специально. И как-то момент, ну, вероятно, вы же сами делали либо слышали то, что текст, который он записан с свободного говорения, он резко отличает от того, что человек мог бы написать. И это очень любопытно, мне кажется, не только в разрезе вот создания, например, художественных произведений либо научных текстов, но это очень любопытно, точно такая же ситуация происходит и в музыкальном творчестве. И в этом смысле это подлинно философско-языковой вопрос. Но это не единственный случай, который происходит в музыке Витгенштейна в среднем периоде. Там их много, но мне показалось бы поделиться с вами еще одним и финальным. Это Витгенштейн рассуждает долгое время о том, как отличаются обычные движения, которые совершает тело человека, и жесты. Достаточно банальная игра, хрестоматийный пример в курсах по философии языка, но все-таки. То есть, чтобы сочетать жест во время движения человека, нужно владеть уже какой-то языковой игрой, либо правилами этого считывания. И Витгенштейн применяет метафору, либо понятие жеста к музыке. Говорит, что музыка – это такой большой жест. Либо отдельно музыкальной фразы – такой большой жест. И он пишет так. Можно ли ответить так? Этим движением я имел в виду нечто такое, что могу выразить только этим движением. И Витгенштейн предполагает… Вот у нас есть какие-то синонимичные выражения, либо такие выражения, которые будут следовать друг за другом логически, эквивалентно друг другу логически. Из АВБ, из БВА импликацию можно проследить. То есть у нас есть выражения, которые мы можем описать одно и то же положение дел, но они будут, с точки зрения лингвистики или даже структуры, совершенно разными предложениями. Но возможно ли такая эквиваленция в музыкальном языке? То есть может ли быть такое, что мы пишем два разных музыкальных выражения, но они имеют эквивалентную между собой структуру и содержание. И забавно то, что Витгенштейн здесь как бы пишет о жестах, движениях, а потом приписывает, что на самом деле это вот о музыке и о музыкальной мысли. И там он приводит мысленный эксперимент, развивая эту историю с считыванием движений и жестов. Он приводит эксперимент про человека, который никогда в жизни не слышал музыку. И тут он встречается с людьми, которые находятся в зале, и один из людей играет какое-то задумчивое произведение Шопена. И такой человек, который никогда не слышал музыки, он может подумать, что эти люди между собой общаются, что они как-то гатифицируют информацию в эти вот самые звуки и могут общаться так между собой. И такой эксперимент про человека, который никогда не слышал музыки, мне кажется тоже очень любопытным в контексте вышесказанного. Но, к сожалению, вот особенно из-за разрозненности Цеттеля, из-за разницы между философией трактата и философией философских исследований, мне кажется, сложно вывести прямо сейчас какие-то однозначные концептуальные выводы. Я хотел с вами поделиться прежде всего тем, как Витгенштейн, условно говоря, первый аналитический философ обращался с музыкальным материалом. То есть если раньше музыка была просто одним из подвидов какого-то естественного языка, определяющегося классической универсальной логикой, то потом музыка стала тем, на чем он тестировал или проверял другие теории, которые объясняли бы устройство языка. И в этом плане это очень любопытный ход. То есть вот мы, как любители философии и аналитических философий языка, мы часто применяем его к естественным языковым выражениям и тестируем на прочность такого рода. о музыке, как о чем-то вот таком, а что является формальной врожденно, что является тем, где есть правила и свобода выражения, мы не думаем. Возможно, дело в материале, который нам более привычен, но этот сам ход изменения стратегии и характера обращения к материалу мне показался очень любопытным, и я хотел поделиться им с вами. И на самом деле этот вывод итоговый, но я хотел бы высказать еще несколько проективных соображений, что учитывая эту любопытную историю, правда, не всем очевидно, насколько ее научная и познавательная ценность, можно исследовать теоретические основания музыки с использованием формальных языков. Я уже говорил о попытках, сделанных в 60-х годах, с использованием наивной теории множества для определения и формализации музыкальной теории, и можно было посмотреть на то, как разные музыкальные нотации работали бы в разных формальных системах. То есть, например, у нас есть хорошо выстроенные системы, а есть ровно темпрированные системы. То есть, например, ровно темпрированные системы – это наша система, где у нас есть тона и полутона, а есть хорошо темпрированные, где, например, не будут работать такие вещи, как переносы произведений просто на тон выше. Оно не будет работать хорошо в тембрированном строе, и это очень любопытно было бы посмотреть, что одна система, например, была бы, которая поддерживала бы даже 30 секунд, например, какие-то заочные обещания, но, например, можно посмотреть, что одна система была бы противоречивой, другая не была бы противоречивой. Насколько полны эти системы? Из таких вот глобальных свойств им можно было увидеть не просто, что мы рационально прочитали, что такое полнота или другие свойства, а тут мы эти свойства не только как бы просчитали, мы еще можем их услышать и проследить эстетические следствия из привычно далеких и формальных понятий. И отдельный вопрос из проективных соображений – это можно было бы изучить и то, как другие аналитические философы, либо исследователи аналитической философии думали и писали о музыке, потому что Витгенштейн – это лишь один из возможных философов. И мне было бы интересно узнать, есть ли у вас такие примеры. Ну и в конце я готов не только услышать ваши вопросы и ответить на них, а у меня есть и вопрос к вам с долей юмора. Но все-таки в описании логика философского трактата сказано, что эту книгу поймет только тот, кому уже случилось приходить к выраженным в ней мыслям. И это забавно, то, что происходит на картинке справа, сидит мужчина без наушников и смотрит в партитуры. И вопрос, что в это время происходит? Он считывает язык, он понимает музыку, он слышит музыку. Что происходит в этот момент в голове у человека? То есть, если мышление бремено нашим языком, то что должно произойти у него в голове? И можно ли вот этот момент считывания назвать прослушиванием музыки, либо ее пониманием? Ну, а на этом у меня все. Делюсь несколькими шутейками по поводу музыки и языка, и я готов услышать ваши вопросы. Большое, я вот уже из другого компьютера мечтаю, потому что, вот потому. Пожалуйста, если есть у кого-то вопросы. По-моему, было замечательно и интересно, но все-таки, если вопросы есть, то тогда можем... Может, у кого-то есть ответ на вопрос, поставленный выступающим? Слышно меня, да? Тишина полная. Ну, на мой взгляд, все-таки, действительно, если человек читает протитуру, то есть для этого должен быть определенный навык, профессионализм. И здесь, скорее всего, какой-то оттенок темы понимания насчет того, что слышит он музыку, я думаю, это фантазии или нездоровье в некоторых отдельных ситуациях. Но то, что он понимает, да, ведь музыка, собственно говоря, если говорить о культуре, она не заканчивается звучанием и восприятием звука. Она шире, то есть у нее есть вот нотация своя, и человек ее умеет читать. Ну, в данном случае... Хотя мало ли, что у него произойдет. Да, он, может быть, имя автора только читает в данной ситуации. Есть феномены, так называемого, абсолютного слуха, что с философской точки зрения, там, коносеология, это очень любопытный кейс, который не дружит с большинством коносеологических теорий, но все же то, что, допустим, что вот человек знает заранее знание о том, как звучат все ноты, и он знает прекрасно, как звучат интервалы, эти отношения между нотами. И он знает о том, в котором это нужно считать, и он может в голове это буквально прочитывать. Ну, здесь уже правильно будет использоваться слово «проиграть». При том, что никакого физического проигрывания не происходит. И можно ли сказать, что человек вот так вот прочитав, он понял то, что там происходит в этой музыке, при том, что есть у нас какие-то другие подозрения о том, что одухотворенное, неодухотворенное, хорошее, плохое исполнение. И вопрос о том, как вот это чисто рациональное считывание таких вот эстетических вещей происходит. Вот я просто, в качестве гипотезы для поддержания разговора, вот, не очевидно для меня, действительно надо, чтобы было… Сейчас очень много данных нейрофизиологических таких, да, когда неожиданно разные совершенно зоны, отвечающие за разный функционал, активничают. Я вот не удивлюсь, если не совпадут у одного и того же человека, который умеет и знает эту культуру. Тут, мне кажется, не в абсолютном слухе дело, конечно, да, этот феномен отдельный такой, но просто при определенных навыках. Если он в кавычках «слышит музыку, читая», то может быть за счет совершенно других отделов нейронов, чем если когда он слышит ее ушами. Вот, ну, как бы восприятие происходит, понимание, какой-то аспект понимания происходит, да. А так, не знаю. Я говорю, что я не удивлюсь, но если я не прав, то извиняюсь. Здесь еще есть забавный момент, то, что не с тем понятно, что значит понять музыку. То есть ранее Битгенштейн бы сказал то, что… Ну, подумаешь, что понять музыку будет очевидно и просто. Слово-то знакомое, мы его употребляем. Ну, что это такое? Я ведь все время аккуратно говорю, какой-то аспект понимания. Ну, в плане того, что человек же воспринимает это и для себя что-то получает. Ну, ладненько, я-то… Я сказал то, что понять музыкальное произведение, понять, какому миру оно соответствует, какой картине мира, ну, буквально событиям, каким оно соответствует. Мне кажется, вы ответили на это в самом начале. Никаким не соответствует. Тавтологии, они ничему не соответствуют в мире. А мелодия – это и есть тавтология, как говорил ранее Битгенштейн. Ну, и еще маленькое замечание. У Скрябина не было абсолютного слуха. Ну, здесь вообще вопрос о том, о самом феномене абсолютного слуха, насколько он возможен. И это не какая-то условность, естественно, языка, которую мы просто переносим и используем в аргументациях. У нас на кафедре Анна Владимировна имеет абсолютный слух. Просто нужно объяснить его тогда с философской точки зрения, там, экстемологии или багносиологии. То есть у человека должна быть априорная идея знания точных частот до получения непосредственного опыта, чтобы абсолютный слух мог существовать. При этом знание их там в идеальных акустических условиях и прочего-прочего-прочего, и во всех возможных тембрах. А что, естественно, невозможно, потому что, ну, до рождения человек не мог слушать фортепиано, гитару и весь, все разнообразие модно-вокальных инструментов. То есть получается, что абсолютный слух – это неврожденная какая-то история. Получается, что он, получается, опытным путем. Тогда это ничем не отличается понятие от механического слуха. Ну, и так далее. Там много любопытных таких вещей, мне кажется, есть. У Крябина не было. У Анны Владимировны есть. Ну, о чем это говорит? Ну, о том, что нам музыку надо слушать, а таким людям можно... Главное, что они не соответственные. Хотя я это так знал. Лев Дмитриевич, можно чат прочитать? Я вот не вижу, мне придется... Что входит в антологию музыки и можно ли считать музыку видом перформативных речевых актов? Ух, сразу много интересных вопросов. Ну, в антологии музыки, то есть говорить об антологии музыки вообще приходится с натяжкой очень существенной и только с поправкой на теоретическую базу в духе раннего Витгенштейна. Ну, то есть ранний Витгенштейн, видимо, который жил и слушал уже в почти современной музыкальной культуре, мог бы спокойно сказать то, что есть вот эти вот атомарные имена, которые входят в музыкальные мелодии. То есть, ну, суть ноты там до определенной октавы, там ре определенной октавы и так далее. Можно было сказать, что антология музыки исчерпывается этим, но если она исчерпывается только такого рода атомарными именами с точки зрения раннего Витгенштейна, то она никак не может быть предложением с точки зрения логики философского трактата, потому что она просто не может изображать какое-то настоящее положение дел. И таким образом вопрос об антологии музыки, он является провокационным, так как я либо буду допускать то, что музыка не имеет ничего общего с языком, о котором мы привыкли философствовать, либо допущу вот это вот странное положение, что какому-то определенному музыкальному отрезку, например, там даже двух тактам каких-нибудь там случайно собранных нот должно соответствовать какое-то положение дел. С другой стороны, нужно допускать возможность создания там фактических музыкальных выражений, противоречивых музыкальных выражений, которые ничему не соответствуют, например. Вот. И в этом смысле вопрос об антологии музыки, он мне кажется любопытным, но очень таким фантастическим, то есть такая хорошая научная фантастика была бы. Но если пытаться дать концептуальное определение там еще из другого Витгенштейна... Ну, вот в Витгенштейне времен трактата уже итоговая версия мог бы сказать то, что еще в антологию музыки должны входить все пластинки и звуковые волны. Но опять-таки это мало что сообщает о том, какому положению дела это должно все соответствовать. Поэтому вопрос об антологии музыкальных музыки я оставлю открытым, я хотел так раз его и актуализировать. Ну, из подходов как-то можно подойти, там, это теория множества, и пытаться интерпретировать, формализовать ее. Про перформативно-речевые акты, ну, мне кажется, это один из вариантов того, как можно писать музыку, да. То есть есть разные перформативные акты, и музыку можно писать с разными целями. Можно что-то пытаться громко заявить, особенно если это песня, например, не только чисто музыкальное произведение, инструментальное. Можно пытаться ей заявить, воскликнуть, спросить, уточнить. И мне кажется, такой подход возможен, но он не совсем может быть применен, либо соотноситься с ранним или средним Витгенштейном. Надеюсь, у меня получилось ответить на ваш вопрос, Денис. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!